Курбан Бердыев В первый же сезон выступления Рубина в высшем дивизионе центральный стадион превратился в Рубиновую крепость. Каждый соперник, который приезжал в Казань, понимал, что здесь у него будут большие проблемы. Московским клубам доставалось особенно жестко. В тот день только-только начинавший заявлять о себе Курбан Бердыев эффектно пустил под откос Семенский локомотив. Галы Роми и Новотны как восклицательные знаки того триумфа. Титулы, гимн Лиги Чемпионов, Казань-Арена – все это было потом. Тогда же это казалось чем-то фантастическим. А в тот холодный октябрьский день мы просто все становились частью чего-то великого. Для заветной и сенсационной бронзы Рубину необходима была победа. Победа над уже оформившим чемпионство ЦСКА. На 88-й минуте команда Курбана Бердыева уступает 1-2. Пушка Казанца, Дениса Бояренцева и коленка ЦСКовца, Дениса Евсикова и Рубин третий в чемпионате России. Историческая бронза. Рубин начал сезон 2008 года с двух побед подряд. Но все думали, что в Петербурге эта серия прервется. Зенит в то время крушил всех и в Кубке УФА в том числе. Да и казанцам, как правило, матчи в северной столице России не давались. Но уже к середине второго тайма вся футбольная Россия поняла, что в стране появилась новая сила. Дубль Кардиниза и мяч Симака смотрелись красиво и эстетично. Но главное, что это были лишь первые страницы огромной книги. На утро Рубин проснулся знаменитым клубом. До поры до времени Рубин, Курбан и Бердыева никак не мог раскладывать центральный спортивный клуб армии. Уступал армейцам то в финале Кубка, то в финале Суперкубка. Но время мести настало в 2010 году. Команда подошла к матчу в Москве с целым лазаретом травмированных. Но Курбан Бердыев вновь проявил себя гениальным тактиком. Подобрал на матч идеальный состав из тех футболистов, что имелись в наличии. Бухаров подкараулил свой момент и вывел Казань вперед в первом тайме. Минимальное преимущество для той команды было гарантией победы. Это была жесткая схватка в квалификации Лиги чемпионов. Двухматчевое противостояние – это всегда особая история. И Бердыев гениально разложил эту шахматную партию на игру белыми и черными. В Киеве казанцы обескуражили хозяев активным началом и после гола Касаева схватили фаворита за горло. Гол Биброса Натха во втором тайме дал казанцам очень комфортное преимущество перед ответной игрой. А начатое в Киеве было грамотно доведено до конца. Я счастлив, потому что теперь в России мы выиграли все. Это были первые слова Курбана Бердыева после исторической победы в финале Кубка в Екатеринбурге. Действительно, к тому матчу казанцы подходили в ранге фаворита. А это всегда дополнительная ответственность. Но все механизмы машины Курбана Бердыева работали без сбоев. А когда пришло время, то Роман Еременко расчехлил свою пушку. Победа в Кубке – это всегда нечто особенное. В нем побеждают команды, которые сильны своим духом. Шикарная, хрестоматийная победа в Лужниках над прямым конкурентом. На финише сезона 2009 года лишь Спартак Валерия Карпина мог бросить перчатку Рубину. Матч в Москве грозил закрутить интригу в чемпионате. Но в самый нужный момент казанцы показали космический футбол. Галы лидеров Симака, Домингеса, Бухарова оставили на Спартаке три огромных пробоины. И сомнений в том, кто станет чемпионом, уже ни у кого в стране не осталось. Большинству болельщиков эта игра запомнилась лишь умопомрачительным буллитом Пабло Арбайеса на последних секундах. Момент действительно безумно яркий и эмоциональный. Но тот гол стал лишь вишенкой на огромном торте кропотливой работы. Главное было в другом. Курбан Берды в чужих стенах сумел остановить фантастическую атаку мадридцев во главе с Радамелем Фалькао. Тогда он стал настоящим законодателем футбольной моды в Европе. Маленькие небогатые клубы стали строить свою тактику по казанским лекалам. Художник всегда счастлив, когда передает свою технику в массы. Это было то самое тяжелое и веселое время перестройки. Новый Рубин и Бердыев искали себя и баланс в новой атакующей формации. После поражения в Лондоне ситуация заставляла атаковать. И Рубин не то что бился на равных с глыбой мирового футбола. Он вынудил лондонцев судорожно отбивать мячи по ауту. Шикарная победа, которая, к сожалению, не позволила пройти дальше. Но в тот день Рубин сделал огромный шаг для всего российского футбола на глазах мировой общественности. Казанская сказка. Чудо на Камп Ноу. Татарский ответ. Как только не называли эту победу, которая уже стала легендарной. Она обросла мифами, слухами, но главное – ее уже не стереть. Это такая же часть истории столицы Татарстана, как улица Баумана или мечеть Кулшариф. Месси, Иврагимович, Иньеста, Хави 90 с лишним минут искали пути к воротам Сергея Рыжикова. И нашли его, но только один раз. А Рубин – дважды. Вместе с Герденизом Корденизом в ту контратаку бежала, пожалуй, не только вся Казань, но и вся Россия. Мы верим, что в этой славной истории Курбана Вердыева и Казанского Рубина осталось еще много пустых страниц, которые будут заполнены в самое ближайшее время. С юбилеем, Курбан Викиевич! Субтитры создавал DimaTorzok